Новая тема, которая может рассорить Украину, это вопрос земли. Если действительно Батевсина начинает эту кампанию по референдуму о продлении моратория на землю, то у них должны быть альтернативы показать, что не просто запрет, что нужны банки, нужны какие-то ограничения, нужны какие-то четкие понимания для всей страны, что это такое. Ведь, понимаете, я думаю, что мало кто знает, но сегодняшние руководители страны, в силу их связи с сельским хозяйством, агробизнесом и так далее, имеют сотни тысяч гектар плодороднейшей земли. Вот такое случайное совпадение закона продажи земли и одновременно крупнейшие агрофирмы, это люди, которые сейчас заменили олигархов. Проблема в том, что вот эти вот минимальные миллиардеры, которые сейчас поднялись вместе с Порошенко вокруг производства и продажи сельскохозяйственных продуктов и обработки, это действительно перспективная очень отрасль, и с ней большое будущее, и очень обидно, если они выберут самый худший вариант создания украинских латифундий. Это очень плохо. Тогда становится понятным, зачем Гонтарева уничтожила этих 124 банка и сконцентрировала огромные средства в аффилированных структурах президента Гонтарева и других. То есть эти средства пойдут на покупку земли. То есть вы считаете, что так? Да, скорее всего так, да. Но сказать об этом может политолог, но не политик, потому что докажи. Просто у меня вот лишних 3 миллиарда оказалось во время войны. Да, остальные банки погибли, а мой вот вырос. И естественно я куплю еще 100 тысяч. И вот это очень-очень опасно, потому что, а, это плохо для населения, это бьет по знаменитому украинскому образу жизни сельского жителя, а мы все-таки селяне, тут ничего убиваться не надо. У нас есть крупные города, есть крупные интеллигенции, но ценность и Украины, и украинское село. Я читал недавно статью о том, что до 80% производства риса в Японии уже с 52-го года поддерживается этим правительством. То есть нарушение всех либеральных законов. Они же могут купить в Таиланде дешевые, в Индонезии нет. Протекционизм? Нет. Нет? А что? Никаких экономик. Чисто политические, культурологические причины. Да, выращивание риса в Японии, это ценность японской культуры. Вот и все. У нас садок Вишнену Билихаты, а у него вот, чтобы там зелененький, вот так было, и вот он придет по дорожке, и вот там его родственники, и так далее, и никакой сентиментальщины. Они считают это ценностью культуры, которая легко войдет. Было в 19-м веке, в 20-м и в 21-м. Вот видите, есть можно по-разному. Я не предлагаю, чтобы у нас все перешло на субсидии государственные. Нет. Я просто показываю, что в некоторых странах сельской образ жизни является частью уважения к собственной стране, к собственной культуре, и этим гордятся, а наоборот, не стараются переехать в город, и ты уже другой, и ты уже там, знаешь столько. Это очень важно. Поэтому вот это будет конфликт похлеще, вот конфликта по поводу русского или украинского языка. Конфликт между кем и кем? Конфликт между теми, у которых есть совершенно случайно в нищей сегодня и глубоко кризисной стране деньги на скупку этих сотен тысяч гектаров земли. А представьте, какая спекуляция начнется. И теми, которые находятся на этой земле. Прямо вот сейчас живут они. Это очень просто. Да вот село, вот это наши огороды, вот это наши нанаделы. И вдруг оказывается, что справа и слева, это даже не сельское и не наше. А кому-то продано там. Вот что начнется. Начнется страшная вещь. То есть не черта полосится, а когда крупные латифудийские образования начнут ломать большое количество сельских реальных землепользователей. Это опаснейшая вещь. Но особенно в условиях нашей судебной системы. Да. Видите, да. Вот это не то, что кто-то скупит. А теперь с другой стороны, тот же самый Запад готов, обещая нам лучшие технологии зеленой революции, работать на Украине. И они войдут в конфликт с этими латифудистами. То есть латифудисты спешат, пока не начались реформы настоящие, пока существует грубоко непрофессиональное коррумпированное политическое и экономическое руководство страны, они спешат забить себе преимущество. Они спешат получить эту землю, чтобы уже потом выставлять эту землю по общим европейским ценам. Ну и все говорят, так это же я тоже так могу. Да вот не можешь. У тебя нет власти и у тебя нет этих денег. А тема очень простая. Точно так же было с заводами, точно так было с ресурсами. Сейчас поступят точно так с землей. Поэтому и сразу хочу сказать, я не сторонник какой-то социалистической идеи, что земля не должна продаваться. Нет, она должна продаваться, строго регулируется. Но она должна продаваться публично, она должна продаваться гражданам Украины. Или вступать в концессию с западными этими. И только в условиях развитых ценностных механизмов регуляции. То есть собственный банк земельный, земельная какая-то биржа. То есть все, что позволяло бы крупным или средним фермерам существовать на фоне этих огромных латифундий. Кроме того, мы с вами прекрасно знаем, что начиная с 96-го года у нас появились олигархи. И вот сейчас только они уходят. Тут так они по разным причинам. Их съедает один олигарх. И оказывается, они сразу становились футболистами. Они возглавляли чемпионаты по борьбе, по футболу, по шахматам и так далее. Они захватили партии и так далее. То есть я что хочу сказать. В случае выкупки огромных земельных угодий на Украине и создание очень быстро, неожиданно для нас всех, украинских латифундий, эти люди тут же начнут формировать политические силы. То есть это будут новые олигархи? Да, но только уже с учетом опыта тех олигархов. И специализированные исключительно на то. И естественно не войдут конфликты со всей Европой. Потому что будут приходить сюда, а тут ничего нельзя купить. Какая Украина? Вот мы хозяева. Вот такое начнет будущее.